Всем привет! Это видео о том, как сделать скриншот экрана компьютера или ноутбука на Windows или Mac OS. Скриншот – это снимок экрана вашего компьютера или ноутбука, который можно получить с помощью стандартных средств или специальной программы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Начнём с Microsoft Windows. В операционной системе Windows есть несколько комбинаций клавиш для создания снимков экрана. Клавиша Print Screen. После нажатия этой кнопки система сделает скриншот всего экрана и поместит его в буфер обмена. Для его сохранения запустите любой графический редактор, например Paint. И нажмите комбинацию клавиш Ctrl плюс V. Скриншот будет вставлен в Paint. И вам останется только сохранить его с нужным именем форматом. Комбинация клавиш Windows плюс Print Screen. В результате нажатия этой комбинации система сделает скриншот всего экрана и автоматически сохранит его в папке изображения на вашем компьютере. Скриншот будет сохранен в формате PNG. Комбинация клавиш Alt плюс Print Screen. Нажав эту комбинацию система сделает скриншот активного окна. Окна программы, с которым вы работаете в данный момент и поместит его в буфер обмена. Далее вы запускаете Paint. Нажимаете Ctrl плюс V. И сохраняете полученный рисунок. Кстати, на нашем канале уже есть видео, в которых я описываю топ-10 горячих клавиш Windows и браузеров, а также как их настроить или изменить. Ссылки оставляю в описании. На некоторых ноутбуках под Windows клавиша Print Screen совмещена с другой функцией. Например Insert или другой. Клавиатуры таких ноутбуков, как правило, оборудованы дополнительной функциональной клавишей Fn. В таком случае нажмите Print Screen плюс Fn для создания скриншота экрана и сохранения его в буфер обмена. Alt плюс Print Screen плюс Fn для создания скриншота активного окна. Кроме стандартных комбинаций клавиш, в Windows есть стандартные инструменты и сторонние приложения для создания скриншотов. Так, предустановленным Windows является инструмент «Ножницы». Чтобы запустить его, наберите в окне поиска Windows «Ножницы» и кликните на нём. Дополнительных настроек программа не требует. Выберите режим создания скриншота, нажав кнопку «Режим» и создайте скриншот, нажав кнопку «Создать». Выделите область для создания из неё скриншота и она появится в окне приложения. Здесь его можно подредактировать пером, маркером или резинкой. И сохранить, нажав кнопку в виде дискеты. Как стороннее приложение для создания скриншота в Windows, могу порекомендовать то, которое я и сам использую. LightShot. Приложение бесплатное. Ссылку на его официальную страницу оставлю в описании к видео. Чтобы установить его, перейдите на страницу для скачивания LightShot. И скачайте его. Обратите внимание. Приложение доступно в версиях как для Windows, так и Mac OS. После установки в трее операционной системы появится значок приложения в виде пера. Оно будет запускаться вместе с операционной системой и привяжется к клавиши Print Screen. То есть после нажатия Print Screen автоматически откроется окно программы, с помощью которого можно выбрать область экрана для создания скриншота. Слева сверху показывается разрешение выделенного окна. В области меню справа доступны инструменты для правки изображения и рисования по нём. При желании можно вписать текст. В меню снизу доступны функции сохранения, копирования или печати на принтер выделенной области, поиска похожего изображения в Google. После нажатия кнопки сохранить, LightShot предложит выбрать папку для сохранения файла в формате .png, jpeg или .bmp. Также в меню LightShot доступна функция загрузки скриншота на сервер PrintScreen.com, что очень удобно при необходимости отправки кому-то сделанного скриншота. Можно просто отослать ссылку на него на сервере, которую достаточно открыть в любом браузере. В операционной системе macOS за создание скриншотов так же как и в Windows отвечают горячие клавиши. При этом скриншоты автоматически сохраняются на рабочем столе и вам не нужно запускать графический редактор для сохранения. Комбинация клавиш CMD плюс Shift плюс 3. В результате нажатия этой комбинации система сделает скриншот всего экрана и автоматически сохранит его на рабочем столе в формате PNG. Комбинация клавиш CMD плюс Shift плюс 4. Нажав эту комбинацию на экране появится инструмент выделения. Вы можете выделить нужный вам кусок экрана и сделать скриншот выделения. Снимок так же будет сохранён на рабочий стол. Комбинация клавиш CMD плюс Shift плюс 4 плюс пробел. Наверное самая полезная комбинация. Сначала вы нажимаете комбинацию клавиш CMD плюс Shift плюс 4, чтобы появился инструмент выделения экрана. Затем наведите инструмент на окно приложения, которое вы хотите заскринить и нажмите пробел на клавиатуре. Окно подсветится синим цветом. Теперь нажмите левую кнопку мыши и система сделает скриншот только выделенного окна. Всем снимкам в macOS автоматически присваивается имя в следующем формате. Снимок экрана плюс дата плюс время точка PNG. Кстати, возможно кому-то будет интересно. На нашем канале есть видео о том, как установить macOS на виртуальную машину Oracle VirtualBox – компьютера с Windows. Ссылку на него я оставлю в описании. Если говорить о сторонних приложениях для создания скриншотов на macOS, то я также могу вам порекомендовать уже описанное Windows LightShot. Удобное приложение, которое, кроме прочего, имеет неплохой рейтинг в App Store. На этом всё. Надеюсь, это видео поможет вам в создании скриншотов с экранов ваших компьютеров или ноутбуков. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.